Большое, масштабное, лучшие эпитеты для описания Одесского вагоноремонтного депо. Судите сами, здесь работает 2200 человек, из них 1000 проводников. В год отсюда выходит 250 вагонов. Здешняя прачечная отстирывает 15 тонн белья и одежды в сутки, а за вредность работники здесь получают около 18 тонн молока в год. Мировая угроза китайского вируса добралась и до железной дороги. Теперь здесь в ходу слова дезинфекция и бесконтактный термометр. Проводится каждый час дезинфекция тех мест, где чаще всего производится контакт людей. Это туалеты, это поручни в вагонах. Также, помимо этого, каждый состав поезда укомплектован эпидукладкой, в которую входят все необходимые материалы для быстрого реагирования на выявление данного вируса, укомплектованы инфракрасными термометрами. Проводники должны самостоятельно или же после обращения людей проверить температуру пассажира. Если он откажется, в вагоне появятся эпидемиологи. Если и это не сработает, могут даже ссадить. Но вирус в работе не помеха. Ремонтный цех в несколько смен продолжает ставить на колеса сотни вагонов. Для того, чтобы этот вагон приобрел привычный для нас вид и вышел на линию, понадобится почти год работы вагоноремонтного завода. И может быть, кому-то эта цифра покажется большой, но процесс уж слишком трудоемкий. В нем только одних проводов на 1500 километров. Срок ремонта конкретно этого вагона долгий еще и потому, что он первый, кто пройдет новый для депо вид капитального ремонта с индексом усиленный. Работники говорят, что по сути это модернизация старого вагона. Мы его полностью почти разбираем до рамы, как называемые хриптовые балки. Меняем полностью сниженные или поврежденные металлические места ружавчиной. Цель этого вагона – замена полностью окон с деревянных на блочных. Видите, он вырезается сзади меня в прорези под вагоны. Писали под блочные окна. Чтобы усилить, чтобы для обслуживания пассажиров, чтобы не было тепло пассажиров, чтобы не было холода. Полностью меняется утепление вагонов. Минвация специально идет. Шивка толстая до 10 миллиметров. Вот только столь желанной пассажирами звукоизоляции модернизация не предусматривает. После сварки, рихтовки, внутренних работ вагоны красят, устанавливают отремонтированные колесные пары и на маршрут. А вот это гордость и новинка Одесской железной дороги. 16 вагонов фирменного черноморца, курсирующего в столицу. На заводской маркировке радующая глаз дата – 24 декабря прошлого года. Интерьер вагонов новый. Полки купе ниже, есть три розетки и многое другое. Купе оборудовано у нас индикаторами занятости туалетов. То есть не нужно пассажиру выходить, специально проверять, занят туалет или нет. Уже в купе работает индикатор. Также каждый пассажир по своей необходимости регулирует освещение в купе. В данных вагонах у нас данные все вагоны оборудованы вакуумными туалетами. Это тоже очень комфортно и удобно при обслуживании пассажиров. Полы уже застелены ковролином. Здесь есть и новые колесные тележки. Движение стало плавным и мягким. Чего не скажешь об условиях работы. Здесь все не так гладко. В депо вакантны около 200 мест. В приоритете молодежь. Пока таких тут треть. Обещают стартовый заработок от 10 тысяч плюс премии и соцпакет. Но похоже, что у нового поколения другие предпочтения. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.